Всем доброго времени суток, меня зовут Наталья Порше и я иммиграционный адвокат в США. Кто меня не знает, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я решила рассказать про то, как я воевала с начальником местной тюрьмы о выпуске моего клиента. То есть клиент. Ну такая интересная история, решила поделиться. Я именно иммиграционный адвокат, который работает очень много с криминальными делами, которые именно работают в депортационной сфере иммиграционного права, включая выпуск под залог, когда человек находится в иммиграционной тюрьме, выпуск этого человека под залог, и чтобы этот человек ожидался его слушания на воле, а не сидя вот в этой вот вонючей иммиграционной тюрьме. Потому что почему я говорю вонючей, ну может быть кому-то смешно, но это на самом деле не смешно. Ужасные, ужасные там на самом деле условия нахождения, потому что я в них ездила, я ездила в Бейзел, Луизиана, я ездила в Дженнаме, миграционный суд, я ездила в Окдейл, да, ужасные, ужасные условия держания людей. Кстати, их тут вот в Луизиане несколько раз засудили. Кстати, неважно, если вы нанимаете миграционного адвоката, который именно занимается депортацией, неважно, где этот человек находится, да, адвокат, он может находиться в любом штате, потому что на самом деле люди, которые находятся в миграционной тюрьме, которых туда посадили ждать своих слушаний, они будут их транспортировать по всей территории США, да, они могут там во Флориду вас завести, или в Луизиану, или в Калифорнию, то есть вот как на душу на их ляжет, да, вот они так и сделают, что абсолютно неправильно в моем понимании, потому что это затрудняет адвокату контактировать с его клиентом. Да, допустим, если у меня клиент находится сегодня в начале, завтра его перевезут в Калифорнию, то, соответственно, это накладывает какой-то additional, да, еще один какой-то, ну, как говорится, ступень, которую нужно перешагнуть для того, чтобы мне было удобно сконтактировать со своим клиентом или клиенткой. Вот, значит, эта история будет о том, как я возволяла свою клиентку из тюрьмы из местной. Кто не знает, я нахожусь в Миссисипи, эта тюрьма называется Harrison County Jail, и, значит, я воевала с человеком, который находится там во власти, да. Как это все происходило? Он, на самом деле, был очень высокопоставленный супервайзер, и, значит, этот человек был обвинен, это была женщина, она была из Мексики, она была обвинена в криминальной, по криминальной системе, по уголовной системе, ей были предъявлены обвинения по транспортировке наркотиков, да, там какое-то было дело, и, значит, она не знала, что находилось какие-то вот эти вот нелегальные вещества в машине, она просто попала очень случайно туда, да. Чтобы по миссисипскому закону прокурору можно было доказать свое дело, нужно доказать такой элемент, да, в этом деле, который называется, что человек должен знать, что эти вещества находились в машине. Если человек не знал, и прокурор не может этого доказать, то его должны были отпустить. Что и случилось? Что и случилось в этом случае? Значит, ее обвинения были представлены гранд-джюри. Гранд-джюри – это люди, которые сначала первый этап, когда человек идет по уголовному этапу, это первый этап, когда его дело передается на гранд-джюри, да, присяжным заседателям, но не присяжный заседатель, который потом рассматривает дело. Это сначала присяжный заседатель, который, ну, как бы смотрит на дело, слушает улики, да, которые прокурор, это все происходит без человека, который обвиняется, и прокурор, значит, эти улики предоставляет присяжным заседателям, гранд-джюри, значит, начальной стадии, да, и они находят пробовал коз. Пробовал коз называется, ну, если действительно эти улики, которые прокурор предоставляет присяжным заседателям, они действительно подтверждают то, что есть вообще какие-то начинания в этом деле, что вообще есть действительно человек как-то виновен, да. И, значит, эти гранд-дюри, присяжные заседатели, они постановления были, что нет, она не виновна. Но девочка была из Мексики, да, она была из Мексики, она была нелегалкой, то есть она ехала нелегально, у нее не было никакой визы, и все, когда машину остановили. И что случилось? Значит, по закону, по закону, человека можно держать в тюрьме, когда, значит, у нее вот эти присяжные заседатели, они сказали, что нет никакого проблокода, что нет никакого, ну, вообще даже начальных улик, для того, чтобы ее могли найти виновной в совершении этого преступления, она действительно ничего не знала, это невиновный человек был. И, значит, они сказали, что нет, она невиновна. И вот у иммиграционных властей, почему я делаю это видео, чтобы вы все знали, что у иммиграционных властей, если вы идете по уголовному праву, да, сначала, есть 48 часов на то, чтобы или вас перевезти, взять перевезти в иммиграционную тюрьму, или выпустить у них 48 часов, два дня, да, 48 часов, все. После этого, если человека не забирает АИС, иммиграционной власти, не перевозит его в иммиграционную тюрьму, этот человек должен что? Быть выпущен на волю, что и произошло в этом случае, благодаря моим стараниям. Вот, и, значит, они ее держат неделю там, то есть ее не приходят иммиграционные власти, не забирают, и они ее просто, значит, берут и держат там неделю, да, на минуточку, неделю, не 48 часов, а неделю. Значит, что происходит? Я являюсь до сих пор адвокатом, потому что меня наняли как по уголовному процессу, так по иммиграционному. И я, значит, посылаю письмо в местную тюрьму, там, где ее держат, то, что я такая-такая, я представляю иммиграционное дело, это моя клиентка. Почему, какое вы имеете право держать этого человека в этой тюрьме? Вы его держите нелегально, она, первое, невиновна, это уже по закону было доказано. Второе, Ася ее не пришел, не забрала, не транспортила в иммиграционную тюрьму. Какого вы права имеете держать неделю человека там, да, на минутку. И, в конце концов, значит, после долгого моего разговора с человеком, который был, значит, заведовал этим всем делом, он ее сразу выпустил. Буквально через час ее подписали, значит, сделали ее релиз, да, подписали освобождение из тюрьмы и сказали, да, пожалуйста, выпускаем. То есть они испугались, на самом деле, потому что по закону эти люди не могли ее там держать. Ну, вообще, нисколько. То есть по закону, если можно было подать петицию на хаббис корпус, называется, рит оф хаббис корпус, да, в суд, с них можно было взыскать деньги за каждый день, когда этот человек находился в этой тюрьме. Деньги на минуточку. То есть тюрьма бы вам платила деньги потом, да, если их засудить. Вот. Так что имейте это в виду, кто, у кого там недоказанное криминальное дело, что вас, если держат больше 48 часов, бегом к адвокату, этот адвокат должен, соответственно, подавать петицию, контактировать с властями и обсуждать, что, почему проблема, в чем состоит проблема, да, почему не выпускает. Если вы сейчас не выпустите, мы просто подаем иск в суд и с вас берем, с вас уже просим финансовое вознаграждение за то, что вы ее там просто держите нелегально. Да, вот хотела рассказать такую историю, но в результате девочку я посадила на автобус, на автобус и отправила к ее родственникам в Техас. Вот. Она была очень счастлива и также были счастливы ее родственники. Вот такая очень интересная, дружелюбная и хорошая история. И одна история из моей практики, на самом деле очень много у меня таких историй. Я вам их потом могу некоторое расскажу, конечно же, если мои клиенты согласятся на этом, но я никогда, никогда не раскрываю никакую такую тайную информацию, имя клиента, да, и все такое. Вообще эта девочка была не из Мексики. Вот. Как бы вот такая интересная история. Кому интересно, звоните мне на телефон 228-229-7500 за консультацией. Я вас могу проконсультировать, если у вас семья находится, член семьи или близкий друг очень находится вот именно в иммиграционной тюрьме в США, да, при переходе границы с Мексикой он или она попросила убежище, асалом, и их пропустили по системе, попустили. То я занимаюсь именно этими процессами, я именно занимаюсь петициями для выпуска человека под залог. Кто не знает, вот звоните мне, я именно судебный адвокат, меня зовут Наталия Порше, я в практике более 9 лет. Мой телефон 228-229-7500, можете мне написать на Инстаграм Наталия Виан Порше, да, www.instagram.com slash Наталия Виан Порше, или на мой имейл поршелегал at gmail.com. Консультация у меня платная, но если вы меня нанимаете, я эту плату за консультацию даю вам как кредит за ваше дело, да, то есть вы меня можете нанять под залог или нанять на весь процесс, депортационный процесс, да, если у вас член семьи находится где-то в иммиграционной тюрьме. Вот звоните, спасибо за просмотр этого видео, всем до свидания, пока! Субтитры сделал DimaTorzok